Здравствуйте, дорогие друзья! Вы знаете, начнем мы вот с чего. Третьего Хишвана Йорцет Раби Израиля из Ружина. Это очень великий человек, он похоронен в Вене, в Австрии. Он происходил из рода царя Давида и по хасидской традиции это перерождение Гильгуль Шлома Мелыха самого. Поэтому очень сильная была фигура такая. Расскажу короткую историю о нем. Положено о праведнике, рассказывает где они в Йорце какие-то истории. Однажды приехал во Львов и нанес визит местному раввину Оренштейну. Тут был прославленный там алмутист такой известный и он ожидал от посетителя ученых вопросов. Ему столько рассказывали про Раби Ружина. А Раби Израиль предложил ему такой вопрос. Скажи пожалуйста, чем кроют крыши во Львове? Тот ответил железным листом. Он говорит, а почему железным листом из Ружина спрашивает его? Тот говорит, потому что это предохраняет больше от пожаров. Раби Израиль говорит, но ведь можно было использовать и черепицу. И такой необычный разговор. Закончился. Раби Израиль встал и уехал. После его ухода Равин говорит, этот человек, который волнует весь хасидский мир, это благословит. Кто это? А в это время во Львове растил Раби Мейер из Перемышлян. И услышав об инциденте в доме вот этого вот Равина, он сказал, что простите Раби, но вы не поняли Ружинского цадика. Он спросил вас символически о крыше, подразумевая под ними духовных пастырей города. И в первую очередь вас самого, которые своей праведностью должны защищать город, как защищают крыши дом. У такого пастыря, он сказал, должно быть нежное сердце и чувствительное, как хрупкая черепица. Почему же вы Равин твердый, как железо? Ну, вернемся к нашей недельной главе. Известная фраза, что Ноах говорил, человеком был праведным в своих поколениях. Разные столкования на эту тему. Говорят, что в поколениях Авраама он был бы не таким, но тут мы не об этом. Ноах не родился без слова началом. Он просто стал хорошим человеком. С точки зрения его духовных качеств, он родился обычный, как каждый из нас. Он зарабатывал на жизнь, изобретал плуг себе, ремонтировал орудия труда. Совсем не был похож на небесного праведника, который витает где-то в облаках. Но он твердо решил, что не будет таким, как все остальные. И несмотря на то, что все вокруг грабили, воровали, обманывали клиентов, он честно торгует, честно живет. Он говорит, я буду жить честно, ничего не хочу, я таким стану. И вот он показывает нам очень важную вещь. Нет, сначала другое скажу. Есть такой хасидский рассказ в праведном Нафталии из Ропшиц. И он однажды сидел со своими хасидами, с гордостью рассказывал о своем происхождении. Рассказывал дедушка, который ведет к царю это туда. Тут встал один человек и говорит, что извините, но я более знатный, чем вы. Все смотрят на него, рэбэ такое, все непонятно. И он объясняет. Один мой дедушка не накладывал тфелин. Другой мой дед не соблюдал никогда субботу. Мой дядя не разделял мясное и молочное. И все же я собрался силами и изменил свою жизнь с одной крайности на другую, что делает меня более привилегированным, чем даже рэбэ. И царик из Ропшиц выслушал его и согласился с ним. И в наше время есть много людей, которые выросли в нерелигиозных семьях, еще больше тех, кто живет в таком окружении. И вот история хасида, вот этого нафта или из Ропшиц, могут стать для них руководством действия. Нужно не отчаиваться, работать над собой. У любого человека есть потенциал стать цадиком вообще великим, как в случае с Ноохом, даже иногда спасти мир. Кто знает? Мы ничего этого не знаем. Ну и чтобы закончить, вернемся опять к праведнику, у которого сегодня Йорксад, учитывая нашу ситуацию в мире сегодня. Однажды, говоря об избавлении, раб из Ружина вот так положил ладонь, вот так вот после утренней трапезы и сказал, Господь говорит Израилю, возвратитесь ко мне и я возвращусь к вам. Потом он перевернул ладонь кверху и говорит, но мы говорим ему, обнови наши дни как прежде и мы вернемся. Потом он опять перевернул руку и говорит, но святой, и он говорит, вы должны сначала возвратиться ко мне. Потом опять повернул и говорит, и все же правы мы. Почему? Поскольку известно, что море страданий смыкается над головами людей. И они не в силах уже сдерживать свои сердца. Они не в силах, они обращаются к Богу в молитве, но эта молитва не сильна, не искренняя, не велика. И сегодня нет у нас силы. Поэтому раб из Ружина что сказал? Правые сыны Израиля, которые обратились сегодня и говорят, что ты сначала нам помоги. И такая ситуация, вот я думаю, что все должны просто попросить его. Может быть именно сегодня. Слушай, такая ситуация. Помоги ты нам, а мы тогда к тебе вернемся уже так, как положено. Брахаве от слаха.